всем привет еще полгода назад когда я только пошел учиться в автошколу все мои представления о авто каким оно должно быть и как оно должно работать были довольно таки радужными мне казалось что любой автомобиль который может ездить будь он гнилой и ржавые там я не знаю с кучей недочетов мне подойдет но в процессе того что я обучался в автошколе и в процессе там собственных каких-то наблюдений я пришел к совершенно другому выводу что авто все-таки должно быть кожаным должно иметь минимум хозяев хотя в принципе для москвы наличие 5 6 8 хозяев ни о чем не говорит говорит только лишь о состоянии этого автомобиля и если она в достойном состоянии то его стоит брать иногда зачастую даже ездил я на осмотр понравившиеся мне марки автомобиля вот и там вроде бы как два-три хозяина хотя на самом деле выяснялось что и больше было машина убитая в хламину либо наоборот 8 там хозяев но машина в идеальном состоянии ну соответственно и ценник у нее был тоже не маленький в общем как я пришел к модели которая понравилась мне сначала мне понравилась моделька вообще искал изначально какой-нибудь маленький автомобиль и типа там деоматиза хотя прекрасно понимал что в нормальном состоянии он будет стоить нормальных денег но плюс к тому что семья этот автомобиль предполагает поездки в самом крайнем случае на дачу а то и на море поэтому деоматиз отпал однозначно плюс моя вторая половина была против данной модели ну и соответственно выбор стал что-то не слишком большое но довольно таки вместительная плюс с моим ростом метр восемьдесят три нужно было искать что-то повышен сначала мне приглянулась моделька ford fiesta понравилась она мне чем потому что она делалась во первых германии а немцы педанты в плане того чтобы качественно собрать безопасное авто вложить в него душу инженерную мысль сделать прекрасный корпус из оцинкованного железа ну и соответственно в те времена они ставили роботы вот сначала я был категорически против робота но по ценовой политике естественно понимал что робот это наше все вот единственные плюсы робота которые я нашел на форумах это то что там можно управлять и на механике и ездить как на автомате вот это в принципе сыграло решающую роль далее копаясь на всевозможных youtube каналах на достоинствах недостатках автомобиля случайно заглянул на такой автомобиль как ford fusion в принципе он мне понравился старый надежный автомобиль который сейчас уже 12 года не выпускается делался также на базе ford fiesta ford делал его на немецком заводе то есть там по краш тестам он набирал из пяти баллов 4 и 4 десятых это говорит о многом вот в принципе так и пришел к поиску данной модели первый раз когда я пошел на гнилую убитую утопленную модель мне вот когда я сел захотелось ее купить но как многие говорят автомобиль сам ищет своего владельца и об этом я не жалею мне пришлось посмотреть достаточно таки большое количество объявлений причем на вторую в разных там площадках авито я искал с одним максимум с двумя владельцами объявления находил по 8 по 9 в птс и вписанных людей так что в общем как то так поиски были опасные поиски были неудачными мог бы я купить какой-нибудь плохой автомобиль до запросто убитый ушатанный но тем не менее автомобиль выбрал меня вот о чем я сейчас совершенно не жалею потому что бывший хозяин очень хорошо следил за ним знаете как на ролике на ю тубе есть такие типа там гвозди по моему снимали о том что старый хозяин звонит ой вернее новый хозяин звонит старому вот моем случае вышло наоборот старый хозяин сам позвонил очень много рассказал в принципе мы теперь будем постоянно общаться потому что он знает где чинить ну человек владеющий машины 14 лет и ухаживающий за ней каждый год может много чего рассказать вам автолюбителю которого нет ни опыта не стажа ничего скажем так за 14 лет автомобиль он изучил досконально порой даже замену расходников таких как там фильтра масла он делал даже сам это многом говорит в принципе в общем как то так будем смотреть что будет дальше бывали такие случаи когда я ездил на очень классный автомобиль я уже выкладывал это видео и это был серый ара салон потом позвонил к автоподборщику который помогал выбирать автомобиль его это очень сильно напрягло он категорически запретил даже приближаться к таким площадкам где автомобили стоят открытыми просто на обычной стоянке сказал ни в коем случае ничего там не подписывать не договариваться по поводу сделки на такие площадки сказал он ей не ездит также автоподборщики насколько я понял они есть из двух лагерей те которые ищут чисто участников и те которые ищут чисто по автосалонам потому что по трейдину иногда сдаются довольно таки хорошие автомобили как моем случае мою машину сдали за ну грубо говоря 50 тысяч по трейдину и купили новую в автосалоне и человек который вложил в автомобиль душу отдал все что шло к автомобилю зимнюю резину новую там аптечку огнетушитель все это было вытащено соответственно салоном машина была подготовлена ну и естественно мне предложили это все в паре еще за отдельные деньги я отказался потому что набор автолюбителя за три с половиной тысячи можно в интернете найти за 1100 что я в принципе и сделал вот можно просто поехать в леруа или вашан и все это по отдельности купить но дело в том что нужно чтобы это было все сертифицировано сертификации данных изделий я не разбираюсь в объемах того же самого огнетушителя тоже для меня это далекая закрытая тема поэтому я решил взять полностью все набором хотя я понимаю что можно за 800 за 900 рублей это все купить вот далее чтобы еще хотел сказать он конечно бывший владелец очень переживал за то что мне ничего этого не отдали из того что ну допустим там колеса на дисках зимняя резина которую он зал по трейдину в компанию ему обошлось в 2000 мне ее предложили за 30 вот так же мне там предложили страховку которая очень дорого стоит также мне там предложили много разных плюшек там эвакуатор за 70 тысяч на год вот ну в общем везде обман везде вас хотят обмануть и если вы ищете автомобиль со многими подвохами вы уже сталкивались и многие нюансы и ситуации можете обойти уже на собственном опыте главное не обжигаться главное чтобы этот опыт приходил к вам от других товарищей которые вам что-то рассказывают чтобы вы делали анализировали ситуацию делали для себя простые выборы в общем в этом влоге я хотел рассказать вам о том как я искал о своих казусах если вы тоже ищите автомобиль не спешите автомобиль сам найдет вас и будет вам счастье но пока всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки живите дальше живите дальше радуйтесь живите полной жизнью ни в чем себе не отказывай свою мечту о том чтобы водить автомобиль я хочу довести до конца все что мне осталось это получить права зарегистрировать данное авто которое я уже купил и в принципе все будем двигаться к другой мечте нас ждет бенчмейт адамас всем пока